Всем привет, с вами Ронимус, и мы продолжаем играть в Террарию. Точнее говоря, я продолжаю играть в Террарию. Вы смотрите, тем более, что это лишь, по-моему, второе видео, которое вы видите. Первое было длиной в 34 секунды. На самом деле, я снял уже 3-4 видео по Террарию, но вы их не увидите, потому что они мне не понравились. И сейчас мы, наверное, будем убивать стену мяса. Такс. Сейчас нужно правильно выбрать место, откуда ее призвать. Вот, например, вот отсюда. Окей, я уже трижды пытался это сделать, но у меня нихрена не получилось, потому что... Потому что я ее недооценил, и в первый раз я вызвал ее абсолютно случайно. Во второй раз... Я не помню, почему я уберу. Во второй раз, во третий раз у меня тупо не хватило патронов, это было буквально полчаса назад. После этого я довольно долго бегал в поисках этих чертовых демонов. Но в конце концов, я их нашел, убил, и вот теперь мы боремся с самым страшным из обычных боссов. Остали будут только после его погибель. Ну, я думаю, вы знаете все подробности об убийстве этого босса. Вообще, что он из себя представляет такое, что он за зверь. И зверь ли это вообще? На самом деле, я бы... Я бы не задумался над его классовой принадлежностью. Какому классу животных он принадлежит. Не забываем, используем зелия. Думаю, что в этот раз мне удастся поверить ее без особой проблем. Я купил себе две тысячи серебряных пулей. Этого должно хватить. Тем более, что в первый раз... Я... Ну, точнее, в последний раз я вынес где-то половину его. Использую обычные пули, только 600 штук. Точнее, даже 500. У меня 100 осталось, я погиб просто в безысходности. Ну, вот здесь все начинается гораздо интереснее. Это место, куда я дороги не построил. В общем-то, спроектирован так, что можно... Имея крюк и ботинки гермеса, ну, или ботинки спектра... Практически не замачивая ног, добираться куда хотите. Я, разумеется, использую зелье... 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 Зелье обсидиановой кожи. И, кстати говоря, нужно поставить что-нибудь подходящее. Эта композиция мне нравится. Она такая печальная. Самая лучшая композиция для того, чтобы убивать босса ада. Они плохо выходят. Гораздо лучше, чем в предыдущие разы. Без зельями нет напряга. А, сейчас супер. Опс, опс. Я думаю, что все уже убили этого босса, кто хотел, но надо сказать, что я... Только два дня назад начал гравить серрарио. До этого я не убивал ни одного босса. Абсолютно. Это мой первый опыт. Я стараюсь сейчас ставить такие композиции, на которые минимально возможны, скажем так, на падки из артерских брав. Это какая-то сибирская группа. Она мне очень нравится. Ну, уже полторы тысячи. Давайте, 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 давайте. Пожалуйста. Победите меня в моей зелье из серебряной пули. Да, мы побеждаем. Ненавижу это место. Нет. Нет. Мы победим. Обязательно победим. Мы по-любому победим. Ого. Черт. Вот это момент. Помнится, когда я убивал скелитрона, у меня не хватило буквально там одного выстрела. А засчиталась ли мне победа? Или нет? Не знаю. Не знаю, как это проверить. Изменится ли что-нибудь? О-о-о-о. Фак. О-о-о-о. Да, да, победа засчиталась. Сейчас я впервые увижу какие-то, какую-то фигню, которая сейчас у нас будет, типа, хард-мод мир. Ура! Ancient Spirit of Darken Light. Ну ладно, давайте сначала спустимся и посмотрим, что у нас там выпало с него. Хотя я, конечно же, знаю, что с него выпадает. Но, тем не менее. А пока что я поговорил о своем содержении. Ну, собственно, что касается шляпки кролика, то они выпадают с проклятых кроликов, если кто не знает. Они появляются во время кровавой луны. Или же, если их напичкать порошком, который делается из грибов, попадающихся в искажении. Обычно люди по многу десятков этих кроликов фармят, чтобы получить эту шапочку. Но я вот с самого первого ее выбил. И теперь похож на Донни и Дарка. Ну, неплохо, в принципе. Ну, а 2D-оспех я довольно-таки быстро себе заполучил. Просто-напросто обыскав все сундуки в аду. Ну, так как я нашел все, что мне было нужно... О, боже. Все, что мне было нужно еще у Скелетрона, то это мне потребовалось очень мало времени. Нашел там все себе обсидиановые зелья и вообще никаких проблем с этим не имел после. В аду, вроде как, новых особенно боссов так не появляется. Санфьюри у меня прикольная. Мурамас у меня тоже прикольная. И когда у меня кончились патроны, я вместо того, чтобы пользоваться Санфьюри, пользовался Мурамасой в тот раз. В принципе, если захотите, просите, я покажу вам это видео. Думаю, что больше мы в ад спускаться не будем, поэтому я как-то... Почему бы и не использовать все зелья этой обсидиановой кожи? Делаются они довольно-таки просто. Из огненного цветка, который здесь растет в огромных количествах в воду. Вот он. И из тех, которые растут в пустыне, с ними уже сложнее, потому что у меня достаточно маленький биом пустыни в этом мире. Несмотря на то, что он большой, все равно он маленький. Ну, вы видите, что он большой. Что там, 3000 уже в глубина. Такс. Ну, где же мы его грохнули, до этого босса? Говорят, что там появляется какая-то клетка из холстованов, в которой содержится все, что нам нужно. Да, вполне возможно. Потому что если все это попало, блин, в лаву, то я не переживу. Хотя, куда я денусь, конечно же. Но все-таки 5 попыток это уже слишком для такого босса проходного. Потому что он все-таки проходной, а служит для того, чтобы сделать мир в десятки тысяч раз хардкорнее. Ну, я снял видео, я все время это снимал под музыку, и довольно четко, я считаю. Снимал про вторжение гоблинов, подугарев его. Потом снимал уничтожение четырех глаз к туху. Ну, а на самом деле двух, я просто поставил эксперимент и умер. Потом я, опять же, снимал поиски этой стены плача, и стены мяса, вот, стены мяса. О том, как она меня убила в предыдущий раз. Если захотите, можете попросить. Опять-таки, я повторяю это. И я вам покажу. Но почему я снимаю антиррарию? Потому что мне лень снимать что-либо еще. Нервинтернесс 2, мне, конечно же, лень снимать. Ассасинскрид я снял уже довольно много. Да, пуль у нас осталось еще дофига. И нему все в слоты любоприпасов. Вот, как раз-таки все влезает. Ну, почти все влезает. Дааа, Clockwork Assault Rifle. С часовым механизмом. Что? С каким часовым механизмом, что завелись? Оп, оп. Умри. Фигово. Муромас все-таки полезнее. Упс. А, это демонит. Понятненько. Что же, ПВХаммер. Нагибатор, иначе говоря. Может разбивать алтари демонические. На самом деле, я тут собрал целую коллекцию шляпок. Вот, именно, цилиндр с зомби. Вот, маска, ну, капюшон, если верить, заяца. И вот эта вот фигня, если видеть название, сантехника, которая мне выпала буквально вот только что. За 20 секунд до того, как я начал снимать. Ну-ка, что это за то? Что это за такое? Only the first shot, на Сумс. Вау. А че, неплохо выглядит на фоне мини-шарка. Хм. Ладно, знаю я одно место, где мы могли бы уничтожить огромное количество алтарей. Но для начала давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Продать. А, собственно, тут продать. Вот, топор. Диско-болл? Замечательно. Зачем он мне? Непонятно. Так, фаерболлс. Мне тоже не понадобится, но пусть пока что побудет. Блин, 3 золота. Ладно, давайте вот мини-акулы сюда скинем. Ух ты, фига себе золото с него попадало. А я тут, видите, или собирал там эти части оружия, блин, боссов убивал, чтобы надыбать себе демонита, чтобы и демонита продать, и потом из него... Блин, неплохо. Ну ладно, давайте посмотрим на новый биом, биом освещения. Я, честно говоря, никогда его не видел вживую, так как я вообще, как я уже говорил, впервые играю в Тирарио. Достаточно серьезно. Вот, два дня. Ну, практически все свободное время посвящаю ей, так что качаюсь довольно быстро. Так, ну понятно, из этого, если я не ошибаюсь, можно скрафтить дробовик. Нам нужна еще целая куча всяких полезных вещей. Нам нужно уничтожить уничтожителя, как бы это логично не звучало. Для того, чтобы получить эссенции мощи, с помощью которых легче уничтожать других боссов. Но, надо сказать, что сам уничтожитель один из самых сильных боссов. Вот такая фигня. Искажение очень-очень сильно, прям-таки чудовищно распространилось. До этого оно начиналось буквально за пару миль, может быть, до этого места. Ну, как сказать, за пару миль. Ну, скажем так, шагов за 500. Не пару миль, конечно же, далеко. Вот я вам, может быть, еще покажу, где большой пожиратель. Вот ведь, черт, коррупция-то она коррупцией. И только ведь ничего это нам не дает. Чувствую, зря я мини-шарп туда кинул. А это что такое? Слаймер? Вау. Бомбардировщики? Забавно. А они, наверное, до нас должны ее сбрасывать, да? Нет, все-таки оружие, которое падает с боссов, это плохое оружие. Хорошее оружие нужно крафтить самому. Но, кто-либо, гид, уже, наверное, шестой за все время играть. Нифига себе. Многострадальные гиды. Ах, да, значит, будет у кого спросить, чем мы можем скрафтить. Гид, на самом деле, достаточно полезная тварь. Ну, я думаю, вы и сами об этом знаете. Такс, такс, такс. Это, кстати говоря, играет знакомый знакомого моего знакомого. Ну, разумеется, он не будет против. Я думаю, что он даже никогда не узнает об этом. Или нет? Так, нужно посмотреть, что это. Вот ведь черт. Это не Майо Калдорару. Ладно, не суть. Тоже фигня. Такс. Блин, вот тут опять нормальная земля. Нормальная земля. Оф, как выросли деревья-то от этого всего. Так, значит, нам нужно проехать в другой стороне для нового биома. Но пока что мы идем уничтожать сферы коррупции, чтобы, собственно, появились новые руды в мире. Я достаточно много штудировал в Википедию. Ну, точнее, террариевики. Чтобы потом... Да что за музыка-то? Пусть будет классика. В конце концов. А то меня как-то, ну, не радует это. Такую фигню слушать. Пусть это даже дедюля. Но все равно хочется чего-нибудь более. Вот здесь вот начиналось искажение в оригинале. Стартовый капитал я себе сделал именно на демоните, уничтожая в огромных количествах просто пожирателей. Делать это было мне очень просто, потому что вот здесь в этом месте было около 7 сфер. И приблизительно столько же их было в искажении с другой стороны. Опс. Я был благословен с Коботом, и с Мифрилом. Окей, надеюсь, это не одно месторождение, а несколько. Больше! Больше! Ух ты, фига себе! Что это? Что это? О, нет! Какие все злые здесь, ребята! Кошмар просто! Так, мне нужно освоиться. А-а-а! Уфига себе у него брони! Я так и не понял, где мне использовать сам Фьюри. Вообще довольно бестолковая вещь. Несмотря на то, что у нее огромный урон, я всегда мечтал ее получить, но как только я ее получил, я помню, что она нифига не стоит. Боюсь этих инфузорий. И урон такой наносит. Помните, у меня был такой шок Лишь когда я... Нихрена себе! Лишь когда я впервые навелся В джунгли Там от меня просто Нифига не осталось Да Ребята, переоценил я себя Это что такое? Токсичный Ж... Слизень Нет, я успел Я успел Больше адамантина Больше мифрила Нам нужен кобальт А из кобальта мы сможем сделать себе Новых буров И потом мифрил Потом адамантин И вообще шикарец А теперь давайте побежим в ту сторону Может быть найдем Да, вполне может быть что найдем Дрят, насколько я помню, живет у меня в другом доме В том, который рядом с С домом скелитрона Там у меня тоже куча всего Там инженер у меня И еще кто-то Ну да, по-моему, только инженеры дряда остались Странно, где же эта святая земля? Она вроде сама должна появляться, нет? Эй, не знаю Люди говорят, что она обычно справа от спауна В то время как Дикое искажение обычно слева от спауна Ага, вот и святая земля О боже Что ж так кто-то пикси О, какие жуткие звуки И пыль пикси в подарок Новая руда Вот она, посмотрите на нее Перлстоун Перлстоун Жемчужина Какой-то блок Видимо Если верить описанию Прикольно Вот именно эту композицию Мне почему-то почти никогда не слышно нормально Она очень тихая у меня вконтакте Надеюсь, обычный слезень Да, обычный Абсолютно обычный Нормальный Окей Забавный Бьем, конечно же И не менее забавные монстры Хотя они очень-очень больно бьются Вроде как из этой фигни делаются лучше Броня в игре На сей день Или из Адамантина Я не помню точно Потому как, когда я смотрел Вики Позавчера Никто еще не знал точно Характеристики этой брони Больше Жемчужного камня А он еще месторожнее И вообще шикарно А из этой Пыли пикси Тоже посмотрим Сейчас, что можно сделать Да вообще Столько новых возможностей Открывается после этого обновления Я просто тащусь Этима Хотя раньше Никогда особо Мне не плещало Террория Ну боже Это же Единорог А это что такое А, тут тоже что-то Из той же оперы Так Мурамаса Ну нет, они с обеих сторон О боже О боже О боже О боже Он сильнее меня Нет Нееет У 50 холстов Я же не выдержу Такого Отстаньте Это мне напоминает Одинорогов Отстаньте Они там просто невероятно Сильные А еще их Выдерение Используется В качестве удобрения Ооо, я Черт Окей Справились Валим отсюда Такс Приветствую Товарищ Кирлстоун Так Это все дешевое Это нам не надо Это нам не надо Это нам не пригодится Это нам не пригодится Это нам не пригодится Офигенная вещь Это нам не пригодится Это нам не пригодится Вот Вот что нам интересно А, нет Это пуля Такс Извините Я потуплю немножечко Пытаюсь понять Где мой любимый Перлстоун, который я добывал. Это что ли? Да, получается так. И какой в нём сокровенный смысл? Давайте спросим у гида. Есть что-нибудь новое? Да, шотган. Какая-то фигня. Шотган. Где живёт наш новый гид? Видимо, всё-таки... Упс, упс. Видимо, всё-таки у Скелетрома живёт гид. Ладно, подождём, пока он не появётся здесь. Обычно гиды бегают быстрее всех. Я так не понял, как активировать статуи. Хотя я довольно много читал по этой теме. Ну, я не читал конкретно про активацию. Вообще простоты я читал довольно много. Так что скажите, пожалуйста, как их активировать. Я точно знаю, что я хочу вот эту статую. Потому что я вёл, как чувак с помощью этих статуй победил всех четырёх боссов одновременно. Я имею в виду всех четырёх новых боссов. Обожаю эти ботинки. О, а чё здесь ничего не растёт? Плохо, плохо. Кто не понимает, что я ищу, вот что я ищу. Упс, не верно. Упс. Опасные твари. О, боже. О, боже. Офигеть у неё урон, конечно. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Убью. Это было плохо. Что? Что? Всё, кончилась. А-а-а-а-а-а. Это была не она. Окей, ну уже пошёл моби. Вот, в общем-то... Блин. Офигеть, как весело. Однако самое весёлое, разумеется, впереди, как всегда. Но этого я вам показывать не буду, потому что это моё первое и последнее видео по террарии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сами Знаете Кто. Всем пока.